всем привет приветствую всех на своем канале с вами стал я с очередным видео сегодняшнее видео у нас такой лайфхак для нищебродов которые все-таки могут позволить сходить себе в магазин fix price но не могут сходить магазин строя дом фото к примеру у нас был такой магазин там подавалось для фототехники сейчас как-то магазина на эти полумирали а зачем вот это вот тебе день убила все а класс мыльниц прибила но сейчас мыльницы выпускаются но выпускаются они в виде такое нажал сфотографировал и все никаких настроек ничего многим нужно штатив вообще-то штатив у меня есть но я его тащить с собой в поход не собираюсь а уж тем более на сплав по реке я тут отправляюсь завтра на сплав по реке 8 уже мог выезжать и после уже первого числа у меня вот поход по сути лагерь то берегу реки тоже там отдыхать буду не суть важно нужен штатив какой-нибудь на на реку конечно я это брать не буду всю эту конструкцию я возьму только монопод на всякий случай вот чем там поснимать естественно в поход и лайк да я возьму с собой вот этот уже готовый продукт и так видаю много роликов дешкальники снимают упаковки уж извините за такое выражение против вас ничего не имею но воспользуйтесь моим советом пожалуйста вот только ни одну хомутину используйте а две одна здесь 2 здесь лучше все это захомутите будет надежнее или просто выгните из толстого железа швелерочек и сюда его прихомутите но чтобы туда плотно входило это железя то и кстати снизу тоже так вот забиньте данная конструкция должна прикрепляться не так к столу это для видео а должна прикрепляться к дереву вот такие вот макаром теперь вот я могу что-то снимать да там посылку кто-нибудь вот нас мышка приехал до блади ну вот скажем да всем привет вот у нас мышка да да серия плоди проводочек у нее вот такой вот кстати кто видел так бывает недавно нашел болтающийся на дереве кабель ножки для клавиатура сели плоди прикрепил но это так вот образом указала да то что вы можете взять обзор на что-то я может лежать шарики же снимают а то всем привет я сегодня сходил пошел магазин смотрю на дереве болтается мышка там написано какой-то бладен на на этом вот бладен блин не влезает везде подождите она сюда не влезает так вот она не работала но я взял вот это вот здесь вот отрезал ножницами зачистил там припаял теперь она работает понимаете да то есть такая вот штука лучше всего это сделать вот так понимаете то есть ну что-то сделать вот так я ко мне пришла это не на пустом месте я заказал как-то он не заказал но покупал всяких там микрофонов до а воспользоваться ими по-человечески у меня не получалось вот не получалось то что мне надо было использовать микрофон как-то стационарно я привык конечно меня петлички юзаются но петлички я вам скажу это такая для меня вещь очень ненадежные недолговечные потому что я забываю их отстегивать поговорю скажем с товарищем так говори разговариваешь да или еще что-то встал в туалет смотришь а у тебя разъем уже вылетел забываю про них ну вот такой вот предварительный усилитель заказал моделёчек будем из него делать предварительный усилитель для мдф ссылку я на него оставлю в описании вот у нас как это выглядит так видно видно полипропиленовая труба водопроводная две стяжки струбцина струбцина обыкновенная так компании fit не fit конечно может и fit такая вот струбцина поменьше вот притянута стяжками максимально жестко что это тура плотная йод пантограф от настольной лампы советской не все советская значит качественная если я сейчас уберу вот это вот наушники и как-то попытаюсь сделать так она может банально так подойти отстрелить микрофон мд 382 с креплением от мк и 9 ну штатно одинаковые абсолютно крепление было здесь еще тренога но треногу я убрал мне она как бы особо-то не нужна тренога что я хочу делать его вот так чтобы он туда и повернулся сюда и повернулся так так ну да сидит она неплохо неплотно пьем там да вот она тут все ходит болтается но и имейте ввиду современная тинку там еще что-то они еще хуже так что поверьте даже чего сломалась лампа не отчаивайтесь лайфхак временный лайфхак до первого случая когда он потребуется струбцина изначально было сделано вот эта конструкция потом подумал а я могу так закрепить и салфи-палку я это все сделал да она вот так вот ходит надо еще одну еще них ему но поверьте когда я все это сделал я решил поделиться с вами дорогие зрители я все просто случайно похоже поверьте если у вас нет штатива у вас смартфон вы заказали посылку вы увидели что она мятая просто вот соорудить и вот такую дрянь хрень даже хрень хрень соорудите и такого хрень снимаете и китайцу будет приятно которые будут разбирать ваш спор и вы избавитесь от некоторых моментов вы можете даже не монтировать видео после взять быстренько хоп-хоп открыть посылку сказать что да скажем там мой пивной дозатор живой недавно было вот уже обломала они заказали китайский там дозатор для пива или чего-то еще там искоря он оказался пластмассовый коробка была сильно помятая и все такое вот ну вот по поводу помятых посылок кто виноват я не знаю то ли наша почта но профильных так не скажешь про поляков так не скажешь не скажешь то же самое и про французов оттуда посылки идут правильно вот так пример да коробок для меня 920 но это не суть важно он ровный без замятий и вообще не видно что его кидали и швыряли хотя он падал и совсем только не было это просто оперативно так вот как-то но кто-то видел уже обзор но не сразу распаковку на power bank скажу power bank хороший но последнее время стал глючить вот эта микросхема просто сама по себе стала греться power bank потребляет 10 11 для ампер что очень много для power bank поэтому у меня лежит в разобранном виде этот и очень крышкой надо найти после хотя бы корпуса него куда-нибудь использовать так вот вот от этого пола банка я использовал коробку для хранения сверел поверьте мятая перемятое дерьмецо я бы использовать не стал она была идеального состояния вот как вот этого да немножечко уголки помялись это норма это даже самая лучшая почта в мире так поступит потому что посылка едет она ударилась пошла дальше она может удариться боковые стенки транспортера вот как-то так вот поэтому как-то европейское направлению посылки шлют качественно китай он батар что там нас еще идет подпочта казахстана казахстана не получал там будет от того направления с китая сосед китайской азиатского но знаете куда приходит мяты неаккуратно плющины я не поверю чтоб наша почта россии так вот дабы посылки да я видел ролики китайские где китаец съехал на велике вернее на тайке электрическом съехал с бордюра его останавливал подбегают женщина схватил посылку подбежала не strike бросил у нас летела страйкан там дорогу такого давали на было ничем не закрытом просто он просто едет он даже не услышал как какая-то коробка упала что там было по его знает вот как это вот как-то на этом все то есть вот такой вот лайфхак рекомендую даже не рекомендую приветствую по полной программе это идея наверно не моя еще такой фигней страдал советский союз поверьте фэд есть струбцина так у нее еще другой стороны где у меня идет вот с этой стороны у него на плавающей головке был бы или тут была получи головка не суть важно то есть там еще был бы то есть можно было в дерево прибуриться вот что не рекомендую дерево вообще в это время орет только у меня нет голосовых связок и вы этого не слышите какие-то прикол вконтакте был так прикал но там уже занести заразу какую уже вбуриваться сухие ветки вот как то так на этом все всем удачи всем пока вот такой лайфхак да то есть от лампы понтограф меня держится сейчас и в походе у меня будет и монопод к веткам цепляться что снимать буду снимать а также буду и на сплаве то что я тут завтра уже веду нас на сплав ну и первого числа у нас будет отправление на три недели там поход не похода сразу после гренландии приедем мы вот частично будем прибираться еще в лесу надеюсь это найдут фотоаппарат или мобильник ладно на этом все всем удачи всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки лайфхак зачетный уже как полгода держится понтограф просто так на этом точно все всем удачи всем пока подписывайся а если подписался то нажми колокольчик дабы не пропустить видео а их может пропустить youtube потому на это все всем пока